Привет, российский ритейл! Я на самом деле очень тронута сегодняшним фактом. Немножко чувствую такой пафос. В первую очередь, потому что скоро Новый год. А во-вторых, все-таки цифра 20 лет российскому ритейлу, она немножко будоражит. И я хотела сказать, что обожаю всех людей, которые работают в российском ритейле. Я считаю, что мы с вами делаем огромную работу. Вспомните, именно благодаря нам наши покупатели, россияне, теперь ходят не на черкизовский рынок, где, чтобы купить себе кофточку плохого качества, нужно было замерзнуть, простите, как собака. Именно благодаря нам теперь шопинг – это приятное, вдохновляющее мероприятие для всей семьи. И именно мы дарим всем россиянам весь выбор. Любой человек, благодаря нашей работе, может выбрать именно то, что он может себе позволить. Поэтому еще раз поздравляю всех с этим важным событием. Но еще пару слов. Мы с вами строим сети, но есть люди, у которых немножко другая работа в рознице. Они нас объединяют, они рассказывают коммерческую информацию нам, они просто информируют нас. И это ритейл.ру. Давайте поаплодируем нашим коллегам за то, что они строят наше комьюнити. И немножко обо мне, почему сегодня я здесь с вами. Я ритейлер, я всегда работала на стороне ритейла, и последние 15 лет занимаюсь тем, что разрабатываю и внедряю розничные концепции, стандарты внутри больших розничных сетей. Я оглянулась как-то на свой 15-летний опыт назад и поняла, что, наверное, мне есть что рассказать людям, потому что все концепты, которые я разработала, они были, а, открыты, и, б, они пошли дальше распространяться в большую сеть. И я, наверное, подумала, что мне есть, что вам немножко рассказать. Итак, в той теме, которая заявлена в моем выступлении, это как открыть первый магазин сети и открыть вовремя, я для себя открыла 4 основных момента, которые хотела бы осветить и немножко поделиться лайфхаками. Все-таки формат нашего мероприятия не позволяет мне сейчас рассказать вам фундаментальные академические знания о построении магазинов. Я действительно хотела бы поделиться теми моментами, которые считаю важными и которые вы не найдете в учебниках. Об этом не говорят, это можно только пережить, почувствовать и, наверное, затем успешно пользоваться. Итак, первый момент. Первый магазин. Не все первые магазины одинаковы. От того, какой вам нужен первый магазин, зависят сроки, деньги и команда. Какой тип магазина вы планируете открыть? Стандартный. Вы можете увидеть, это визуализация концепта связной флекс, который сейчас лег в основу ребрендинга сети связной и, соответственно, евросеть. Вот этот концепт специально разрабатывался под распространение сотнями магазинов. То есть, в него вложена была изначальная идея оптимизированного капекса, доступности материалов в регионах. Ну, много таких идей. То есть, это стандартный первый магазин. Есть следующий тип, так называемый стандартный плюс. Вот у вас, например, есть, это пример визуализации Арбата. То есть, мы берем тот же стандартный концепт. Ну, например, вот в Арбате, например, окна немножко вот такие нестандартные, помещение кривенькое. Ну и, в принципе, Арбат такой особый. Или, например, вы решите вот в вашем обычном магазине добавить educational center. Например, вы хотите приглашать сюда блогеров. Третий тип, так называемый, ну, первой концепции, это особая локация. И тогда вам попадается в руки такая площадка, где вы понимаете, что не можете открыть обычный магазин. Ну, например, если не ошибаюсь, пятерка, например, на Тверской. Или, вот как на моем примере, это связной в Москоу-Сити. Когда мне пришло в руки, пришли замеры этой площадки, я поняла, что эти 15 квадратных метров в такой невероятной локации я не могу открыть в типичном концепте, потому что и потребитель другой, и требования другие, имиджевая составляющая другая. Поэтому это была особая концепция для одного магазина. И мы отдавали себе отчет, что такого магазина больше не будет. Этот подход, он оправдывает себя. В частности, вот эта малышка. 15 квадратная по товарообороту, 12-я, 10-я по обороту на квадратный метр. И торгует мобильными телефонами для всех олигархов Москвы. Есть такой еще тип концепта, как флагман. Как хотите, назовите его. Флагман, экспириенс-стор, дискавери-стор, фиджитал-стор, стора в зафьюче, магазин будущего. Это опять речь идет об особой локации, как правило, нестандартно большой для вашей сети площади, где вы сознательно предлагаете во имя имиджа и бренда, вы предложите новый покупательский опыт вашим клиентам, опять же, ради имиджевых целей. Я помню, было где-то 10 лет назад, в моде были гигантские площадки, весь мировой ритейл открывал десятками тысяч квадратных метров флагманы. И я, работая в Остине, оглядывалась, например, на такие магазины, как магазин Барби четырехэтажный в Шанхае. Но эта мода прошла. Я даже не буду спрашивать, как вы думаете, почему. Сейчас аппетит ритейлеров намного скромнее. Все-таки, если мы говорим о флагмане, все-таки мы считаем его рентабельность в той или иной мере, или хотя бы рассчитываем его на самоокупаемость в ноль. И самая такая задача по разработке концепта с большим вызовом – это разработка концепта с новой бизнес-моделью. Когда вы здесь на примере, вы видите пункт выдачи заказов Озона в Эфимоле. С точки зрения архитектуры, это совершенно несложное мероприятие. Это, я не знаю, сколько там, 70 квадратных метров, пара диванчиков, ресепшн и, по-моему, один телевизор. Но с точки зрения принятия бизнес-решения внутри компании Озон, выйти в офлайн, это очень большой, простите за мой английский, челлендж, в котором на уровне совета директоров нужно будет принять решение об изменении ваших функционально-логистических сервисных операций. И вот с этой точки зрения это очень большой вызов для компании. Почему я об этом говорю? В каждый момент времени цикла жизни розничной компании наступают разные потребности в разном типе концептов. Здесь я представляю глубоко свое личное мнение, поэтому оно может отличаться от вашего опыта. Это просто экспертное мнение. Итак, первый год. Первый магазин, первой новой розничной сети. Вас мало, у вас маленький офис, у вас дружная команда, и вы справляетесь, как правило, месяца за два. Вы открываете в течение первого года несколько магазинов, и на втором году понимаете, что-то немножко не так. Вот у тех конкурентов больше чеков, вот у этих конкурентов больше посещаемость, а эти по выручке вас обгоняют. Нужно, наверное, что-то изменить. Расскажу вам пример, когда мы запустили сеть центра. Это была сеть очень доступной, очень модной обуви. Модной обуви. Вторая сетка компании «Центр обувь». Несмотря на то, что она была на 30% по лайку-фулайку эффективней, чем магазины «Центр обувь», мы понимали, что, скорее всего, нам есть куда расти. Потому что любой новый продукт, любая новая концепция – это гипотеза, гипотеза об успешной бизнес-модели. Мы провели исследование, это было сопровождение покупки людей с мотивацией потребления обуви. Ну, проще говоря, вот люди заходили в торговый центр, их спрашивали, что вы хотите купить? Они говорили, обувь. Им сказали, ой, а можно мы с вами? И вот, проведя таким образом исследование, мы обнаружили удивительную вещь, которую ты, как эксперт, можешь не заметить. Почему я много-много пишу, говорю о том, что все основные бизнес ваши, открытие, весь потенциал, он в опросах ваших клиентов. И наши клиенты нам сказали, что они даже не заметили магазин центра в торговом центре, потому что в наших витринах стояли голые манекены. Оказывается, покупатель считывал просто молча, тот покупатель, который пришел за обувью, он, видя голые манекены, у него мгновенно срабатывала реакция, это одежда сейл. То есть не одетый манекен равно сейл одежного магазина. И поэтому это стало главным драйвером наших дальнейших изменений. Мы изменили тогда концепцию оформления витрины. И реконцепт новой сети, он, как правило, тоже занимает не очень много времени, потому что вы еще так же не отягощены огромным офисом, большим количеством директоров, и лидеров, принимающих решений. На пятый-седьмой год, кстати, этот цикл, он все уменьшается, уменьшается, если еще 10 лет назад считалось, что ваша сеть должна менять концепт каждые 7 лет, то сейчас цикл изменений снизился до 5, и, боюсь, дальше изменения будут все сокращаться и сокращаться из-за большой избалованности покупателей. И вот на пятом-седьмом году наступает необходимость реконцепта всей вашей сети. И это уже немножко более тяжелая история, когда вы были юной командой. Здесь я написала, что в среднем создание концепции уже существующей сети занимает 6-12 месяцев. У меня есть, к сожалению, антирекорд. Я как-то делала реконцепт одной из сетей. У меня заняло это 4,5 года. Потом расскажу, почему. Есть такая еще особенность. Когда вы делаете новую концепцию существующей сети, имейте в ваших мозгах, в ваших планах тот факт, что вы не сможете потратить столько денег на полный реконцепт всей сети. Всегда помните о том, что в вашей стадии должна быть лайт-версия. И в категорию магазинов А вы вложите полный капекс с заменой пола, света, полным рестайлингом и заменой торгового оборудования. Но у вас же есть еще и магазины категории B и C. И вам нужно будет принять решение о меньших вложениях в реконцепт этих магазинов. Так что закладывайте время и сюда. И на 10-15 году жизни для расширения портфеля брендов розничная компания заводит, как правило, вторую сеть. Срок разработки нового бренда уже большой компании, он занимает примерно 6-18 месяцев. И, соответственно, мой опыт, мой личный опыт показывает, что примерно вот в этот период, 15-20 лет существования розничной компании, компания начинает задумываться о поиске новых бизнес-моделей. Я называю сейчас, последние пару лет, я называю истерией розничных концептов и форматов. Все сети лихорадочно открывают один новый магазин, еще новее, еще более новый и еще более технологичный. Что на самом деле происходит? Мы прекрасно понимаем, что непредсказуемость омниканального мира стала так, уже стала такой ощутимой, что мы больше не можем не обращать внимания на такие явления, как Амазона или Экспресс, или значительные изменения покупательского поведения. В частности, невероятно большое увеличение группы покупателей под названием РОППа. Это Research Online Purchase Offline. Еще 15 лет мы не знали о таком поведении, мы боялись других людей, людей, которые придут к вам в магазин потрогать телефон, например, и уходят и покупают телефон онлайн. Таких людей сейчас всего лишь 3% шоурумеров, а вот РОППа клиентов доля может достигать 45% и она увеличивается каждый год, поэтому понимая, что способность выживать у розничной компании лежит в каких-то неизведанных пока нам областях, поэтому ритейлеры и пробуют, и пытаются нащупать разные бизнес-модели. Проще говоря, мы пытаемся понять, какими другими способами зарабатывать нам деньги, чем мы привыкли. Это просто еще небольшой факт, почему важно планировать открытие магазина в пилотной концепции. Стоимость открытия пилота в 3-5 раз дороже, чем бюджет стандартного магазина и часто в ваших компаниях это становится огромным препятствием к открытию. Просто даю вам лайфхак. Вы можете совершенно спокойно утверждать внутри вашей компании, что несмотря на затраты, которые вам требуются на открытии единичного магазина, вы вполне в состоянии как минимум их порезать в 3 раза, если затем в спокойном режиме проведете все тендеры, обзвоны поставщиков, переговоры, включите переговорные процедуры. Поэтому огромные мульоны на первый магазин – это не так страшно. Мы про тему все-таки «Как открыть первый магазин». Просто пройдусь коротко, возможно, вы знаете все это, но я не могу просто это пропустить. Это очень важно для экономии времени. Наличие брифа. Написание брифа объединяет вашу команду. Каждый из людей, который важен для вашей розничной деятельности, должен будет вложить свои знания в написание брифа. Техническое задание. Это, в отличие от брифа, менее маркетинговая часть. Здесь я хотела бы обратить внимание на такой пункт, как перечень изменений. Вы изначально договоритесь со всей командой, с вашими руководителями, что в магазине вы будете менять. Договоренность о том, что вы не меняете пол или потолок, сокращает сроки открытия магазина на пару месяцев, потому что иногда просто светильников может не быть на складе в Москве. Функциональное задание. Это новая фишка, она пришла к нам из мира онлайн-разработки, из продуктового подхода, из клиента-ориентированного подхода, в котором подробно описывается то, каким образом внутри вашего магазина будет происходить процесс выбора товара покупателям и продажи. То есть здесь словами, например, клиент может забрать онлайн-посылку за три минуты, это скажется в результате на концепции или продавец может найти информацию о технически сложном товаре за две с половиной минуты и вы включите затем мозг и придумаете нечто, позволяющее вашему продавцу выглядеть технически грамотным, несмотря на его реальные знания или образование. То есть вот таким образом описывается функциональное задание. Очень важные два приложения к брифу, это what we like и what we don't like, что нам нравится и что нам не нравится. Этот раздел помогает людям, непривыкшим воспринимать дизайн словами, через картинки выстроить общее понятийное поле, когда и ваш генеральный директор, и главный бухгалтер, и дизайнеры с привлеченного агентства все поймут, что вот такие нам холодильники нравятся, а вот такие мы терпеть не можем. И это сразу позволяет избежать огромного количества недопониманий и разочарований в совместной деятельности. И есть еще один важный документ, о котором скажу чуть позже. Я не смогу, тут не работает кнопка назад. Итак, момент номер два. Я бы сказала, что то самое важное, как начать. Итак, в кулорах вашего офиса произнесли, нам нужна новая концепция. Вы не поверите, но это еще ничего не значит. Это самый психологически сложный период, когда все поняли, что надо, но ничего не происходит. И я бы сказала вот так. Начинается хаос, когда все начинают кивать на друг друга, не понимая, что вообще происходит, вообще что это. И, как правило, этот этап на самом деле он неприятен тем, что он забирает у вас то драгоценное время, которое вы могли бы потратить на проект. И одним из лайфхаков, я считаю, вам нужно начать формировать банду заинтересованных людей. Вот я, например, по образованию психолог. Почему-то я занимаюсь разработкой дизайна магазинов. Правда. Видимо, мое образование каким-то образом помогло мне проходить этот этап. И я просто понимаю, какое большое значение играют люди. И прежде чем торжественно назначать проект открытия нового магазина, что-то делать официально, я никогда не проведу первую установочную встречу, не пошептавшись в кулуарах с каждым из важных людей в этом проекте. Вы должны заручиться личной поддержкой каждого ЛПР в вашей компании, который считает себя важной единицей в существовании вашей компании. Это может быть главный бухгалтер, директор по персоналу. То есть вы смотрите, кто у вас компания имеет наибольшую силу и сначала сходите к нему и тет-а-тет спросите, как вы думаете, Иван Иванович, что самое главное будет при разработке нашей новой концепции. И только после того, как Иван Иванович скажет вам 10 своих важнейших пунктов, на следующем общем совещании он не завалит ваш проект. Поэтому никогда не проводите ее первую встречу, не пообщавшись с самыми важными людьми вашей компании. А сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот этот в нижнем ряду второй слева квадратик под названием «Акционеры». Почему я хочу обратить ваше внимание на этих очень скромных, но необычайно важных людей. В 100% моих проектов эти люди или, например, главные генеральные директора при начале проекта говорили «Нет-нет, я не разбираюсь в дизайне, сами-сами как-нибудь». Вот там Иван Иванович, вот он отвечает за магазины, вот пусть он. Никогда не попадайтесь на эту удочку. Пройдет полгода, вы закончите разработку дизайна, вы закончите все чертежи и ваш акционер увидит картинку. Это всегда будет провал. Он поведет бровью и на этом закончится и ваш труд, например, шести месяцев будет выброшен в корзину. Если вы не хотите, чтобы такое произошло, в тот момент, когда акционер или генеральный директор будут скромно говорить о том, что, собственно, они не разбираются в дизайне и вообще не будут в этом участвовать, вы вежливо предложите ему любое совещание, какую-либо процедуру, которая выцепит из него понятийное поле, что для него важно. В «Связном» я совершила такую ошибку. Я начала проект с официальным рекламным агентством акционера. Рекламное агентство акционера, как рупор акционера, сообщило, что хочет фантазийно невероятный яркий магазин «Связного». Полгода мы бились над этим концептом. Его увидел акционер и полгода работы было выброшено в свалку. Одной его фразой «Что это за детский сад?». В результате я сказала, что останавливаю все мероприятия и мы начинаем сначала и по правилам. Мы начали вырабатывать факторы позиционирования с акционером, создавать вот эти списки, что ему нравится, что ему не нравится, что он ожидает. И в результате оказалось, что акционер «Связного» ожидал спокойного классического магазина. Поэтому, если бы мы сделали это с самого начала, то магазин «Связного» открылся бы на полгода раньше. Вот такой лайфхак. Вроде вы со всеми поговорили, начали мероприятия, но ничего опять не происходит, все стоит на месте. Я сегодня, кстати, видите, я сегодня не про цифры, я все-таки немножко про дух проекта. Знаете такую картинку в интернете? Тебе грустно? Ты рисуй. Я не знаю, ты устал? Рисуй. Помните, ты голоден? Рисуй. Вот это точно про запуск проектов. Я, мне кажется, такой профессиональный запускатель проектов. Наверное, 99 проектов, которые я запускаю в компаниях, принимаются и осуществляются. Когда я подумала, почему настолько мне удается убеждать людей в своих идеях, я уловила некоторую зависимость. Я не начинаю, как другие люди на бюджетно-инвестиционных комитетах включать таблички с Excel. Я рисую. Все свои идеи, которые мне приходят в голову, я рисую. И таким простым языком я доношу эти идеи до людей любой квалификации, сидящих в совете, на комитете. Например, вам не утверждают новый тип светильников? Нарисуйте их в фотошопе в вашем магазине, покажите разницу. Вы хотите внедрить новую навигацию? При фотошопте покажите, как меняется восприятие. Пожалуйста, пользуйтесь этим очень важным каналом восприятия. Помогите важным людям вашей компании понять вас. То есть это совсем не про культуру розовых пони, это действительно про облегчение принятия решения. Есть у меня такой еще лайфхак. Когда вокруг хаос в офисе все бегают и не знают, что делать, я притворяюсь, что мы договорились. Я сама себе внушаю, что все договорились, есть дата, есть бюджет, выбран магазин. И вы не поверите, люди начинают потихонечку подстраиваться под твои фантазии. Это не про открытие магазина, это в принципе про управление проектом. Когда я издаю приказ, кстати, это лайфхак. Помните, я вам говорила, что я покажу важный документ для начала. Это приказ. Когда я создаю график и бюджет, как вы думаете, есть у меня цифры точные или даты? Никогда. Я их воображаю. И почему-то это всегда работает. Это очень смешной пункт. Я однажды на конференции Microsoft слышала выступление Андрея Курпатова, который возглавляет сейчас Центр нейронаук Сбербанка. Он сказал замечательную фразу. Оказалось, что, извините, это про мышей. Исследование, сделанное на мышах. Оказалось, что альфа-самцы мышей не выносят изменения среды. Более того, они не способны к проецированию изменений будущего, исходя из изменений условий среды. Они не могут представить, что что-то меняется. Так вот, Андрей Курпатов советовал при разговоре с вашим руководством, если вы хотите внедрить какой-то проект, произнесите волшебные слова. Это всего лишь пилотный магазин. Ваше руководство, ваши генеральные директора скажут, фу, мне ничего не угрожает, мой бонус не исчезнет, я не провалю показатели компании. Успокойте их этими словами. Скажите, нет, 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 я не меняю 800 магазинов. Я просто делаю один пилотный магазин или, например, группа пилотов, если у вас 5000 магазинов в сети, как у связного. И сюда же очень сильно помогает при бюджетировании иметь бюджет маркетинговые эксперименты. Все свои магазины я открываю из этой статьи. Это позволяет мне не ходить и не умолять никого, выделить мне пару-тройку лишних миллионов, и это очень сильно ускоряет процесс. Назначите кого-то главным, обладающего полномочиями и деньгами. Если никто не хочет, назначите себя сами. И еще такой лайфхак, я называю это качество, это личностное качество. Я называю его уметь пройти 100% пути. Я заметила, что в принципе мы в России не очень склонны доходить 100%. Мы любим операционку, вот мы любим копаться, делать, докладывать, чтобы мы позвонили, написали. Но своей команде я всегда говорю, 97% это не 100%. Поэтому всегда держите у себя образ цели и говорите себе только 100%. Падайте и вставайте, падайте и вставайте. То есть только это позволит вам действительно открывать магазины в новых концепциях, а не просто иметь бумажки перед глазами и сваливать все беды мира на плохих дизайнеров, которые нарисовали плохой магазин. Третий момент. Я стараюсь успеть. Есть ли вообще в нашем современном мире такое понятие, как вовремя? Не буду скрывать, я хотела следующим слайдом тут дать черный квадратик и написать нет. Но я решила не быть такой пессимисткой. Я хочу поговорить о ловушке обычный регламент. Когда вы занимаетесь новым концептом в компании, которая имеет традиционный регламент открытия магазинов, вам будут постоянно напоминать про то, что мы открываемся за 14, там 21 день, 60 дней. Бывают компании, в которых это год или два, как, например, в Леруа Мерлене. И вот это примерно выглядит так. То есть это выход на строительно-монтажные работы, завоз-монтаж торгового оборудования, рекламное вывеско-оформление, завоз-товаро-выкладка и техническое открытие. Но никто никогда не говорит о том, что при разработке и открытии магазина в новом концепте есть вот такой, на самом деле, бесконечный этап разработки. И вот такой этап анализа и внесения изменений в этот первый магазин. Всегда, когда вы делаете график, например, вашего проекта, пожалуйста, учтите эти стадии, которые отсутствуют в открытии обычных магазинов. Почему, когда, помните, на том слайде я вам показывала, что разработка может длиться от шести месяцев и до четырех. Вот я сколько работаю, казалось бы, 15 лет, я занимаюсь магазинами, открываю их. Ну, казалось бы, но уже все знаю. Боже мой, нет. В каждом проекте бывает черный фактор. Это невозможно предугадать. Я не знаю, там, на скорой увезут директора склада, простите. Или вам придется заказать почему-то торговое оборудование в Китае или почему-то в Италии. Мой один из последних проектов, это магазин будущего «Леруа Мерлен». Ну, кто меня читает в Фейсбуке, знает. Моим черным фактором в этом проекте стали розетки. Это был мой челлендж. Я никогда не думала, что розетки могут занимать огромное время и количество бюджета в проекте. Но, оказывается, если ты занимаешься магазином будущего, розетки становятся офигеть каким важным фактором в твоей жизни. Я знала про розетки все. Про мак-адреса, место расположения, наименование розеток. Боже, там, оказывается, очень много всего. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь играть в отличников, когда занимаетесь проектом, который до вас не существовал в компании. Вы не сможете просто предусмотреть всего, что случится. А вот я хотела вам рассказать пример. Когда мы меняли витрину с центра, я семь ночей провела в магазине в Меги Белой Даче, потому что производитель букв в витрину каждый день не говорил, что «Газель вот-вот выехала». Она была за поворотом семь дней. Она была теперь семь ночей. Вы не можете этого предусмотреть. Расслабьтесь. Не играйте, пожалуйста, в перфекционистов. Вот я просто еще раз показать, что да, это сказывается на таком увеличении сроков разработки. Так, жду. Фотографируем. Окей. Итак, в основном за счет чего мы, ритейлеры, сокращаем сроки? Как вы думаете, в чем мы умеем очень хорошо работать, в чем мы хороши, в чем у нас экспертиза основная? Мы сокращаем сроки за счет людей. Мы российские ритейлеры почему-то, к сожалению, до сих пор считаем людей бесконечным ресурсом, которым мы можем пользоваться. Почему-то мы считаем 24 часа, которые существует ваш человек, наемный работник, почему-то мы считаем его принадлежащим лично нам. И в этом мы, я даже признаюсь, мне стыдно самой, я бесконечно хорошо умею прессовать людей по срокам, вызывать в них чувство вины, манипулировать ими. Но в какой-то момент приходит осознание, что, наверное, работа – это, наверное, не все, что есть в нашей жизни. И поэтому, когда в следующий раз вы говорите архитектору, что он что-то очень долго рисует, ваш менеджер по открытиям сходит с ума из-за поставленных вами присланных графиков с сотнями магазинов, которые он должен переделать за месяц, строитель, который ищет бригаду на майские праздники или тот самый розничный персонал, который приносит вам деньги, пожалуйста, в следующий раз подумайте о том, что вы могли сократить сроки за счет просто грамотного управления проектом. Поверьте, просто послать двух менеджеров, участвующих в проекте на обучение по управлению проектом гораздо более эффективно. И жизнь после открытия – это четвертый момент. Ведь все не заканчивается, когда вы открыли магазин. На самом деле все только начинается. И я просто хотела бы вот… Просто Наталья Константинова просто сняла у меня с языка. Самый важный момент после открытия магазина – это то, куда вы поставите запятую. Открытие магазина в новой концепции всегда будет полно факапов. И только ваше… Вы сами лично принимаете решение, что вы делаете с людьми, которые бегали, высунув язык и делали это чудо – магазин в новой концепции. Когда мне говорят, ну это же ритейлер, разве можно перечить. Работая в Центре Омбове, вот в момент открытия магазина в новой концепции мне велели издать приказ о штрафовании сотрудников, не успевших вовремя. На что я, собрав все свои силенки, ответила – нет. Сказала, что, во-первых, это запрещено законодательством, а во-вторых, так нельзя поступать с людьми, которые сделали больше, чем они должны были. И мы издали приказ о примировании. Вот здесь несколько лайфхаков. Что делать после открытия с вашей уставшей на самом деле командой? Пожалуйста, сделайте маленький праздник. Подарите памятный подарок. В «Остине» спортмастере очень низкая текучка. Там очень принято вручать медали, галстуки, знаете, сжать руки, памятные часы. Вы не поверите, это работает. Скажите спасибо. Это самое тяжелое умение, которому придется нам, россиянам, научиться. Мы не умеем говорить спасибо сотрудникам за работу. Если вы мне скажете, им за это платят зарплату, нет. Вы платите им зарплату за выполнение обязанностей, но сказать спасибо – это совсем про другое. И отпустите отдохнуть. Это здесь настоящее фото. Это с командой Мэлли Роа Мерлен. Поехали отдыхать в Геленджик. Каждый раз, когда я читаю посты чаров на Фейсбуке про то, что вот, мотивация, розовые пони. Вы спросите своих сотрудников. Мы на самом деле выезжали за свой собственный счет. Нам просто было хорошо. Достаточно просто спросить. Ребята, а пойдемте в боулинг? И иногда этого достаточно. То есть тимбилдинг вашей команды – это дело рук самой команды. Не ждите чудес и чаров. И, собственно, все лайки, которые эти мероприятия в голове вашего сотрудника выстроятся, сохранят вам две годовые зарплаты. Вот прочла сегодня статью. Извини, секундочку. Потеря, увольнение одного сотрудника в совокупной структуре прямых и косвенных издержек равняется двухгодовой зарплате этого сотрудника. Ну, собственно, последний мой любимый слайд. Пожалуйста, я забыла опять разместить фотокнижки. Очень рекомендую почитать «Бизнес с нуля», «Линд стартап-подход». Эта книга вдохновляет меня весь последний год. В этой книге рассказывается о том, что цикл изменений, он бесконечный. Если вы запускаете какой-либо продукт, а речь идет, конечно, о цифровых продуктах, но это легко ложится, и проекты, связанные с магазинами, вы сначала делаете гипотезу, потом прототипируете на первом магазине, анализируете, убираете то, что вам мешает получить лучший результат, или, наоборот, отказываетесь от гипотезы. Магазин может казаться неуспешным, но этот цикл бесконечный. Пожалуйста, настройтесь на бесконечную воронку инноваций, и вы будете успешны в разработке чего-то нового в ваших компаниях. Если есть вопросы, пишите мне, пожалуйста, в Facebook. У нас там крепкое фейсбучное сообщество. Буду рада вас видеть. Спасибо, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.